всем привет с вами лёха man life чё у нас короче получился небольшой перерыв по сериям по выходам потому что короче по техническим причинам я снимал снимал весь рейс ехал с чебаркуля в таганрог сейчас мы кстати в таганроге находимся и снимал на камеру и флешка сломалась и то что сломалась почему-то короче загручила флешка не передается на ней ничего не сохранилось такая беда бро я зашла но сорян чем сейчас новую флешку он достал из регистратора флешку думаю должно работать но это не точно сейчас мы короче находимся с вами в таганроге сегодня у нас 18 число среда какой день недели тогда среда 18 января на улице кстати плюс четыре градуса тепло хорошо сегодня мы грузимся какими-то опять бытовками не бытовка минут два модуля каких-то короче на тургаяк так сегодня у нас среда выходным будут артур в тургаяке и до понедельника будем стоять понедельник пока выгрузка ну ладно чё теперь делать и сюда сделал на камеру даже он всякие штативы сейчас предел прикрыл сейчас эти ворота будем заезжать грузиться время пол двенадцатого здесь местного грузить сказали после 12 будут что-то не там доделывают достраивают я тут так вот стою со вчерашнего не вчера приехал вчера выгрузился здесь таганроге под таганрогом и вчера в таганрог приехал короче как-то так сорян везли мы с чебаркуля от воды 8 отводов таких больших 1220 и в понедельник же будем опять их грузить но повезем уже не суда не в таганрог а надо будет за границу в днр короче заехать как-то так что надеюсь этот рейс у нас сохранится я его выпущу но сейчас стоим ждем отдыхаем в общем ждем загрузки ну чё в принципе как и обещали 12 он открыли ворота заезжаем а КОНЕЦ 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 У меня погрузка произведена Они все сами даже привязали, улезали проволокой, затянули Сейчас прыгал, покажу выезду Я тут проехал, мы не выйти, не зайти, конечно Я выходил, пока они грузились, смотрел Сейчас они все попросили проехать, двери не могли открыть Залавали и внутрь, проверяли, загрузировали Короче, паровые установки едут на МИА На завод, не знаю, Урала, как я понял И ходят на Урал и устанавливаются модули На автомобиле Урал В общем-то, уже все загружено Сейчас ровно времени прошло Сейчас документы, не знаю, что, где, как, пока Мы поедем? Ну все, документы получены Поехали на выезд Сейчас выедем Остановлюсь с ним, покажу вам что-то как Что везем там привязали Еще, кстати, даже денег дали Две тысячи рублей на то, чтобы помыть их потом Когда приеду на место МИАС Будем их мыть Дали две тысячи Чтобы это все было чистое На завод сдавалось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот такие модули Вот так вот все привязали Дали вот такие штуки Что такое с него уже текет Трубы какие-то выхлопные Это же все на проволоку Привязано, увязано Вообще красота Мне даже ничего делать пришлось все развить Все четко Ну все, в принципе, помчались еще Ну все, поехали, посмотрим Таганрог, город Город Таганрог Блин, хотел побольше вам поснимать Ну, короче Камера дохлая Точнее батарейка у нас дохлая Что-то я ее не заряжал пока тут Грузился, ходил, таскался Посмотрим, как получится Пишите там комментарии Нравится, вам не нравится такой Формат съемки Блин, как-то высоковата эта камера Надо ее куда-то на шею приделывать И у мое То что-то темно сверху Таганрог, Таганрог Наскорядилась, то сдохла совсем Давайте все еще и в Таганроге Буквально пять минуток Позаряжал ее Посмотрим, на сколько сейчас хватит Так, что мы с Таганрога Планы у нас с Таганрога ехать нам до Мясо Мясо 1200 километров Практически Может 1200 Говорит 1200 Что, мы поедем Сегодня Не знаю Докуда И куда Короче Планы сейчас На транспарк заехать пообедать А потом В том уже как карта ляжет Докуда Докуда Водойдем Дотуда Водойдем Так, эти штуки мне привязали На желтый Почти что на красный Ладно Привязали эти штуки мне проволочкой Все это вы видели Все классно стоит, держится Вчера тут, кстати, блин, два часа бродил По этому Таганрогу искал, где флешку купить Так, нифига я не нашел Ладно, хорошо, хоть в регистраторе такая же флешка И она мне подошла Я не знаю Сейчас надо, блин Каждый вечер, наверное, надо пробовать Монтировать Смотреть Проверять Монтировать видосики Вот трубы, кстати, смотрите Такие же и тащат Я вот от воды возил Там вот такие же трубы были Кругом везде Таганрог 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 Глазами дальнобойщика Это шиномонтаж Таганрог Они зарабатывают Еще что-нибудь Нет Так, ну и что мы все, наверное Да, вот уже все объездное 3 километра осталось нам по городу Элеватор Какие-то зерновозы, зерновозы О, ошибка Поворотник левый Тигетчер Надо посмотреть Что он у меня не моргает Одна лампочка Если перегорает То он все пишет ошибку Остальные Так как бы моргают Все работает Но ошибку пишет А может из-за диодных Из-за моих фонариков Тоже может быть ошибка Что-то на блокпосту там аж с каской остается автоматом Внимание Впереди На штабах Впереди Лежачий полицейский Уфига себе Это Даже про лежачий полицейский Мне стало говорить Я ее обновил недавно А в телефоне не говорит В телефоне у меня там Голос этого Гарика Он не говорит Алиса говорит Алиса говорит Вот и все Что-то Гомрок заканчивается Ну давай поехали Что ты вылез и не едешь Вот тут Вот тут вот я смотрю Что я снимаю Кирпичный завод Какой-то тут у них есть Тагонороги тоже Я смотрю Много всяких заводов Пробую утеплитель Кирпич Всякого-всякого Тут вот Кстати вот сейчас я грузился Они там Всякое такое оборудование Делают на машины На стройки Бочки там Какие-то делают Овощной рынок Все Я не знаю Тагонорог закончился В принципе все Давайте отключаюсь С головы эту штуку снимаю Ну давайте сейчас До объездной До объездной Кто тут Проедем Что тут Что тут Что тут Что тут Что тут Ещё Что тут like Продолжение следует... Продолжение следует... И вообще машину... В общем... Что из дома там выехал, проехал 100 километров, обошел машину, все с ней было хорошо. Машина стала намного легче ехать. С новыми форсунками намного как бы стало лучше, намного лучше стало двигателю. Хотя эти форсунки были не совсем конченые. На одной форсунке был заклинивший распылитель. Подклинивал он на малых оборотах, с малым давлением, видимо, не знаю. Остальные форсунки были нормальные. То есть они в допусках были, но уже на пределе, на нижнем допуске. Но они работали. И расход топлива. Раньше, если я возил там 10 тонн, у меня расход топлива показывал там... Расход топлива показывал там литров 30. Сейчас я вез Чебаркуля сюда также 10 тонн. И расход топлива у меня показывал 34 литра. И я раньше, когда сюда в эту сторону ехал, я заправлялся в Сызрани на Татнефть. И приезжал сюда, тут на транспарке, в Татнефть заправлялся. Заправлял тут, ну, 420-450 литров. Но компьютер показывал намного меньше, что я израсходовал. Соответственно, компьютер в Урал. Сейчас я приехал сюда. В Сызрани заправился. Сюда приехал, компьютер мне показывал расход топлива 34, там, и 3, что ли, 34, и 5. Что-то такое. Ну и сжег сколько топлива, там, 276 литров. Он мне показывал на пробеге с Сызрани. Я когда заправился там, обнулился и сюда приехал. Он мне показывал 376 литров. И так и было. В бак точно такое же количество топлива вошло. Я заказывал там 400 литров. Пришлось там еще второй бак дополнительный открыть, чтобы в него перетекло. Я тоже был полный, но тоже, чтобы в него еще там 10 литров, короче, перетекло. И все, у меня влезло 400 литров. То есть, я это уже замечал несколько раз, когда форсунки ремонтировал. И на этом мане, и на белом мане. То есть, до ремонта, компьютер брал литра на 2-3 топлива, то есть, на 100 километров. Расход показывался меньше. С чем это связано, честно говоря, не знаю. Либо то, что форсунки сливают в обратку, и эта обратка подмешивается в насос топливный. И это топливо уже не учитывается, что оно подмешалось, и то есть, на одном объеме топлива получается проехать больше километров. Либо, я не знаю, с чем это связано, но после ремонта форсунок, компьютер показывает, как бы расход больше стал. Но на самом деле, он просто начинает правильно показывать ваш расход топлива. Сейчас вот я так же загружен 10 тоннами. Расход он показывает 32 литра. Когда сюда ехал, тоже с 10 тоннами, расход топлива показывал 34 литра, там, с небольшим 35-34. И так же я слышал, что в Каманреевские форсунки надо тоже, типа, прикатать. После ремонта, пока оно там все новое, расход будет немного увеличен. Сколько-то там тысяч километров проехать, и расход будет нормальный. Ну, то есть, я вот сейчас проехал 2000 километров. Две там 300-24. Расход вот уже, как бы, уменьшается. Ну, это я вам сейчас всю дорогу буду показывать. Сейчас вот расход показывает 32,2. Давайте сделаем данные. Так, расход, расход. Ну, что ты? Расход в поездке, вот. Ну, давай, переключайся. Расход в поездке. То есть, 97 литров. И при этом я проехал 300 километров. Да я 98, ну, сейчас уже. Да я точно так же сейчас на транспарке тут заправился, когда сюда приехал. Этот расход сбросил средний расход, но этот, соответственно, автоматически сбрасывается. Расход в поездке. И обнулил километраж. Ну, и сейчас, соответственно, поедем дальше. Будем заправляться уже, уже, уже где-нибудь, я не знаю, в Самаре, наверное. А может и в Уфе даже. Посмотрим, сколько нам покажет компьютер, сколько мы израсходовали. И сколько мы заправим в баке топлива. Ну, лучше я, наверное, в Самаре заправлюсь, чтобы мне второй бак не открывать. Чтобы там это все не перетекало. Потом заправляться так же неудобно в два бака. У меня маленький сейчас бак с левой стороны полный, с правой я вот его расходую. Краны там, снизу трубка стоит, краны, два крана, и краны перекрыты. И сейчас расход идет только с одного бака. В принципе, вот такой вот был у меня прошлый рейс. В прошлом рейсе ничего не случалось. Ни интересного, ни не интересного. Вот, все в штатном режиме, все, доехали, приехали, разгрузились, расцепились, развязались, разгрузились и уехали. Сейчас я еду в МИАС, везу эти будки. И потом в следующий рейс у меня будет опять с этого же Чебаркуля. Опять эти же отводы, которые я в этот раз привез сюда. И повезем мы их куда-то в ДНР. Немного там надо будет границу пересечь и выгружаться в один темп. Так, ну о чем мы тут пока с вами болтали? Это у нас и транспарк. Нет, это еще не транспарк. Едем дальше. Так, на транспарке я хочу, ну просто пообедать, пообедать, да, время. 6 часов Уральского, здесь 4 часа. Просто хочу пообедать, по магазинчикам пробежаться надо. В кабину эту люстру новую купить. Светильничек, что-то у меня совсем мало диодов, уже осталось там гореть. Что-то еще какие-то лампочки, что-то хотел посмотреть. Ладно, пробегусь там по магазинам. И, а, это казачий рынок у нас. Тут, говорят, тоже вкусно кормят. Но я хочу на транспарк, потому что там и магазинчики, и тоже там есть кафешечка грузинская какая-то там, тоже вкусно кормят. Ну ладно, в общем, давайте, поехали, летите до транспарка. А там еще дальше будем включаться. Пишите комментарии, как вам такой формат. Видео с головы. Надо, не надо. Головой я, наверное, много кручу только, да? Надо, наверное, головой поменьше крутить. Бега, автобус на взлет, пошел капот, смотрите, открывается. За витрением и воздухом. Ладно, буду стараться головой меньше крутить, чтобы у вас тут тоже у вас это не укачивало. Ну, вообще, как-то так. Это я адаптировал. Это у меня все крепежи были от GoPro. У меня раньше была GoPro 3. Но с этими ремонтами я когда ремонтировался, что-то ее кидал, бросал. Хорошо, объектив весь ей, весь объектив затер. И поэтому она сейчас у меня валяется. Она нифига не работает. И сейчас крепежи от нее остались. Я вот адаптировал ее к этой камере, она не подходила. Пришлось приклеить, заклеить, замазать. Но вот заказал уже штатные крепления на эту камеру. Но они придут только в феврале. И придут домой, конечно. Я домой, не знаю, когда домой поеду. Когда попаду. Ну, в общем, как-то так пока что. Ну, сейчас на транспарк. И с транспарка уходим уже на Белую Калиту. И поехали. Морозовск, Волгоград. И так далее. Так, сейчас еще быстренько пробежался. Эти все штуки, две штучки протянулось. Эту вот я не смог подтянуть, потому что тут ее забили. Не залезть оттуда. Остальные все натянутые, четко с... Вот так, все нормально, все стоится, едет. Все, я пошел, короче, ужинать. И поехали дальше. Так, короче, сходил, пообедал. Вот тут грузинская кухня. Солянка там вкусная. Приобрел вот такой фонарик себе. Потому что мой. Нет, видите, моргает, половина не горит. А еще, а еще. Смотрите, все купил. Продолжение дверей. Mercedes-Benz. Это, короче, Егору, подгонщик. Егор, помните, который со мной на Украине-то там спасался? Не на Украине, а на новых территориях. Кроме на Москву топлива. Вот это ты. У него же Mercedes-Axor. Больше вот такие штуки. Купил ему в подарочек. Такие китайские. Ну, я знаю, он, короче, не смотрит меня. Ему проще позвонить и узнать, где я и что со мной. Так что он не увидит это. Сейчас я быстренько до Челябе сгоняю, а я обратно сюда вернусь. И подгоню ему. Тут еще какие-то две штуки. В комплекте. Не знаю, куда они крепятся, короче. Но в комплекте были. И пусть будут. Ну, у него белый. Белый Mercedes как раз ему подойдет. Все, Егор. Все, увидишь, жди меня. Не увидишь, все, но к тебе приеду. Все, давайте я, в общем, погнал. Что у нас тут? Пять часов вечера уже. Не основа. Все, поехали, прячем это все куда-нибудь. Мы сейчас в спальник и помчались. Так, ну а мы с вами до Волгограда добрались. Что, поедем, посмотрим. Ночной Волгоград. Что тут у нас колбы стоят. Да, побежал прямо на дорогу. Так, сейчас, что тут объездная волгоградская старая, да? Ну, а единственная, не столько старая. В комментариях, в комментариях напишите, как вам лобковая съемка. Нравится, не нравится? Напишите что-нибудь. Вообще, ну, видно, что у меня не будет, нет? Вроде видно что-то. Я вот смотрю. Вроде что-то вам видно. Вон, там огонечки, огонечки волгоградский. Время, кстати, у нас уже что-то 10.30 местного. Так что, думаю, сейчас я в Волгоград это-то проскочу. И можно будет вставать куда-нибудь на ночлег. На улице уже минус 7 градусов, минус 7, минус 8, да, вот, местами. Все, с юга уехали. Плюсовой температуры больше пока не ожидается. Расход топлива, кстати, 33,5 литра показывает. Что, где их принять, справа или слева? Ой-ой-ой, там машинка стоит сломанная. Нет, он не стоит, он что-то там ехал. Блин, сзади там стенка стучится. Сзади передняя стенка прицепа, там что-то брякает. И либо подники там по ней брякают. Что-то там стучит. Я же ее так и не прикрутил. Пока вроде держится, побрякивает, значит, там еще на месте. Вот, роман-то мощный, смотри, в горку как брет. Правда, и везем-то 10 тонн всего лишь. Но все равно роман мощный. Что-то я вам Волгоград показываю, да? Тут ничего нету. Дорога и все. Фонарики, ладно, тут светятся. Дорога вам видно. Волгоград вон там, вон, вон, видите? А вам ничего не видно. Далеко слишком. На этих экшн-камерах, блин, все плохо. Нельзя в этом зум делать, зум, да? Ближе делать. На телефоне-то смотришь, если не видно, раз, прибавил чуть-чуть. И уже лучше становится. На экшн-камерах такого нету. Моя-храна. Волгоград. Волгоград. Трагун. Извест. Трагун. Ого. Нельзя. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 При этом поспав там 4 часика, 4 часика поспав и можно пройти 1200 километров. И останется еще 300 километров. Блин, я даже не знаю, что делать теперь. Если приеду, а там не выгрузят, скажут, нечего делать, давай в понедельник. Что делать-то подскажите мне? Ехать или не ехать? Вот в чем вопрос. Сейчас хотел еще остановиться, видосик собрать и залить его перед сном. Чтобы у вас там большого пробела не было по видосикам, то забудете про меня. Не будете смотреть, не будете комментарии писать. 60 километров в час. Нет, все-таки я, наверное, остановлюсь. Соберу видос и выложу его. Чтобы завтра вы могли его посмотреть. Сегодня у нас здесь по местному-то все еще 18 число. По нашему Уральскому-то уже 19. Ограничение скорости 60 километров в час. Так, что, ладно, давайте едем дальше. Тут. Волгоград, вон тут нечто смотреть. Потому что темно и ничего не видно. Да? Сейчас еще буду вставать на стояночку, так включусь еще. Ну все, у нас Волгоград пройден. Сейчас тут вроде где-то какая-то должна быть стоянка. Как-то я тут-то ночевал. А вот оно здесь. Старый замок. Сейчас тут заночуем тогда. Сейчас соберу видосик. Что? Здесь у охрана. Старый замок. Старый замок. Старый замок. Старый замок. Ну что, короче, паркуемся тут вот рядом с Манчиком, с Беленьким. И отдыхаем до завтра. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, на охрана идет тут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Странно, женщина, охрана, может это не охрана, нет, охрана машет рукой. Здравствуйте, стоянка, 200, 200 стоянки, где-то 150 приготовил, чек нужен? Нет, в туалету повалить в кафе, хорошо, так, что вам как-то показать себя с лобковой камерой, вот так вот я теперь выгляжу. Страшно, капец. Ладно, всё, давайте. Вот так, да? Страшно и неудобно, ухо вот тут жмёт. А если выше делаешь, вам плохо видно. Всё, давайте, пока-пока, до завтра. Сегодня отдыхаем, выпускаем видос. Ну и всё.